Как называется парикмахер для собак? Профессия. В отношении человека к собаке проявляются его лучшие качества, доброта, участие, забота о ближнем. Хозяева кормят, ухаживают, лечат питомцев. Но не каждый ответит, как называется парикмахер для собак и где находится ближайший салон красоты для псов. Как и почему стригут собак? Специалист по уходу за шерстью собак называется грумер. Это востребованная профессия, в услугах собачьего парикмахера нуждаются домашние питомцы всех пород. Собаки в парикмахерской. К сведению. Дело не в веяниях моды, а в заботе о здоровье питомцев. Причины, по которым стригут собак. Стрижка хорошо сказывается на состояние шерсти и кожи животного. Помогает избегать образования. Колтунов. Заменяет важный естественный процесс леньки. Эту способность многие одомашненные городские собаки полностью утратили. Постоянный уход за волосяным покровом собак предотвращает появление насекомых паразитов. Стриженные собачки избавляются от специфического запаха псины, выглядит опрятно. Длинношерстным четвероногим тяжело переносить зной. Мастер оставит такую длину шевелюры, чтобы собаке стало прохладнее, но она не получила солнечный ожог. Часто владельцы самостоятельно пытаются подстригать домашних любимцев, но неумелые действия доставляют питомцу дискомфорт и не добавляют эстетики. Особенности профессии. Опытные профессионалы, грумеры, знают, как сохранить самобытность и улучшить внешний вид собаки, подчеркнуть достоинство породы. Тех, кто стрижет собак, можно назвать стилистами. Они создают образ, подчеркивают характерные особенности животного. Обратите внимание. Грумер – творческая профессия. В нее идут люди, желающие реализовать свой потенциал, воплотить смелые идеи. Клиенты-звери, которые могут укусить в ответ на неловкое движение, поэтому человек должен любить и понимать их, обладать базовыми знаниями анатомии и физиологии животных. Художественный выстрег шерсти собак. Что входит в обязанности грумера? Называть специалистов по уходу за экстерьером псов парикмахерами не совсем правильно. Человек, который стрижет собак, грумер, занимается всем комплексом ухода за кожным покровом животных, удаляет колтуны, подрезает когти, промывает глаза, чистит уши и зубы. Также мастера обрабатывают участки между пальцами собаки. Специалисты бывают узкопрофильными или универсальными. Основные направления груминга. Тримминг – стрижка шерсти вручную или машинкой, чтобы она стала однородной. Клипервик – короткая. Равномерная по всему телу машинная стрижка. Флетвик – стрижка под машинку, при которой шевелюру на отдельных участках оставляют разной. Длины. Стриппинг – удаление старой растительности специальным инструментом, ножом. Гигиенический груминг – обработка лап, глаз, удаление серы из ушей пса. К сведению. К услугам грумеров прибегают перед выставками собак. Часто псам делают креативную стрижку, окрашивают и плетут волосы, применяют технику hair-ttoo – художественный выстрик шерсти, похожий на татуировку. Как научиться стричь собак? Владельцы собак сталкиваются с большим количеством волос в квартире на коврах, мебели. У членов семьи может быть на шерсть аллергия, поэтому многие коротко стригут псов самостоятельно. Научиться нетрудно, достаточно почитать литературу, найти информацию в интернете по породе своего питомца. Но если есть желание заняться делом профессионально, нужно пройти курсы. В городах они открыты, привет лечебницах и салонах красоты собак. За обучение у опытных специалистов придется заплатить. Обучающимся дают представления об особенностях экстерьера разных пород животных, учат правильному обращению с ними. Мастера делятся секретами профессии, теоретически и на практике ученики осваивают технику стрижки и методы ухода за кожным покровом собак. Обязательные разделы курсов – анатомия животных, гигиена, техника безопасности в работе с представителями мира зверей. Важно! По окончании курсов – 30-40 часов. Обучение – выдают удостоверение. С корочкой возможно трудоустроиться в одной из студий либо открыть собственную парикмахерскую. Дело можно научиться и в школе груминга. От курсов она отличается более широкой программой с привлечением специалистов смежных профессий. Иногда достаточно пойти учеником грумеры или выучиться самостоятельно по книгам и видео в интернете. Грумер-студия. Как открыть парикмахерскую для животных? Груминг-салоны открывают в городах и больших населенных пунктах. Дело перспективное, так как домашних любимцев в семьях появляется все больше, проводится много выставок животных. У владельцев собак достаточно средств, чтобы заниматься здоровьем и эстетикой животного. Бизнес-план. Сначала составляют стратегический план работы. Изучают рынок и конкуренцию в городе, сколько собачьих парикмахерских существует, где этим занимаются на дому. Интересуются, какие услуги предлагают салоны, уровнем подготовки персонала. Просчитывают возможные риски и затраты на аренду помещения, закупку оборудования и материалов, организационные расходы. К сведению. Бизнес-план – это программа коммерческой деятельности. Она нужна как презентация для партнеров или кредиторов, чтобы убедить их в целесообразности данной деятельности. Документация. Начинают с регистрации в налоговые организации индивидуального предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью. Если есть намерение торговать косметикой, кормами, аксессуарами. Получают номер ОГРН, ЙОГРН и ИН. В ООО нанимают дипломированного ветеринара, бухгалтера, уборщицу. Важно! Если лицо уже оформлено как ИП, то для открытия салона ухода за животными добавляют дополнительный вид деятельности. Далее выбирают форму налогообложения, основную или упрощенную. Для предпринимательства подходит единый налог – 25 тысяч. РУП, звездочка в год. Выбирают код АКВЭТ 01. 42 – услуги в животноводстве, кроме ветеринарных или 93. 05 – прочие персональные услуги. Можно выбрать стрижку домашних животных, АКОН 018 317. Далее регистрируют предприятия в Пенсионном фонде России и Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, ПФ и ФОМС. На подготовительном этапе будущие предприниматели несут следующие расходы. Нанимают юристы-консультанта. Оплачивают госпошлину. Тратятся. На открытие расчетного счета. Обратите внимание. Времени на организацию бизнеса по уходу за домашними животными нужно немного, так как частная предпринимательская деятельность поощряется на уровне государства. Купание собаки в салоне. Аренда помещения. Площадь помещения должна быть не менее 60 квадратных метров. Хорошо, если здание находится в центре поселения, вблизи от остановок общественного транспорта. Выбирают место с парковками, недалеко от ветеринарных пунктов. Договор на аренду заключают на 3-5 лет. Требования к помещению. У сотрудников должны быть раздевалка и душевая комната. Место для купания животных оборудуют в отдельном помещении, где располагают мойки, ванны, предусматривают горячую и холодную воду, вытяжку и канализацию. В основном зале должны свободно поместиться несколько мастеров, специалистов по разным породам, чтобы не мешать друг другу. Салон оборудуют принудительной вентиляцией. Важно! Когда помещение подобрано, обращаются в Роспотребнадзор, санэпидемстанции ЮЭИ МЧС, чтобы согласовать экологическую безопасность объекта. Оборудование груминг студии. Для работы в студии специалист по стрижке собак приобретает комплект оборудования, инвентаря, средств по уходу. Что необходимо? Рабочий стол. Он может быть стационарным или передвижным на колесиках. К собаке на дом выезжают со складными переносными столами. Рабочее место грумера организуют свободным, оборудуют кронштейнами. Ванна. Пластиковая или из нержавейки, простая или с электрическим подъемником, все зависит от бюджета владельца студии. Фен. Животные не обладают большим терпением. Чтобы быстро просушить шевелюру пса, покупают мощные компрессоры. Машинка для стрижки. Требуется с разными насадками. Ножницы. Специальные закругления на концах простых и филировочных инструментов уберегут собака от травм. Когтерез. Необходимая вещь для псов, так как маникюрные ножнички и их ногтевым пластинам не подходят. Косметика. Шампуни для животных, спрей, масло и кремы, перечень длинный. Компьютер и другая офисная техника. Обратите внимание. Без расчесок и щеток, салфеток и полотенец, пуходерок и фуминаторов в работе грумера не обойтись. Все оборудование, а также спецодежду для персонала можно приобрести б.у. Грязевые ванны. Реклама салона груминга. Еще на этапе подготовки проекта думают о том, как быстро раскрутить дело, разрабатывают маркетинговый план. Что предпринимают будущие владельцы модных студий для животных. Распространяют листовки, где указывают дату открытия салона, предлагают. Первый осмотр и стрижку бесплатно, скидки для щенков до 10 месяцев. Создают рекламные банеры. Дают объявления в местной периодике. На телевидении и радио. Расклеивают листы с рекламой во дворах и подъездах. Дают информацию на квитанциях ЖКХ. Важно! Действенный метод, странички в социальных сетях, которые ведут опытные администраторы. Парикмахерская для животных, дополнительные услуги. Гигиенические процедуры для собак, основной вид деятельности. Но профилированное предприятие не будет успешным, если не предложить массаж с ароматическими кремами, маникюр, окрашивание шерсти. Что предлагают салоны красоты для собак? Гидромассаж и азонотерапию, грязевые ванны. Манипуляции относятся к СПА-процедурам, успокаивают животных, обеззараживают кожу. Нерекомендовано беременным и кормящим сукам, ослабленным и инфицированным особям. Купание с шампунями и кондиционерами. Модельную. Стрижку по стандарту породы. Выбревание подушечек лап. Обрезку когтей. Выщипывание отмершей шерсти из слуховых проходов. Стрижку паха и живота. Обратите внимание. Владельцам собак удобно купить в салоне мази, кремы, бальзамы для питомцев. Игрушки, корма, ошейники, шлейки, все это приобретают в парикмахерских для собак. Раскрученные предприятия берут на себя заботы по уходу за животным на весь день. Пока собака на процедурах, хозяин может отлучиться по делам. Подстриженная собачка. Как выбрать парикмахера? Специалисты подбирают по отзывам знакомых собаководов, форумчан в интернете. Когда приходят в салон, обращают внимание на следующие моменты. Есть ли сертификат у мастера и уголок потребителя в салоне? Как персонал встречает животное? Хорошо, если стилист сразу спросит кличку пса, поинтересуется здоровьем. Смотрит, как грумер обращается с животным, ласково и терпеливо. Или грубо и нервозно. Оценивают интерьер и санитарное состояние помещения. Опрятное заведение, культурные работники, изучавшие анатомию животных, вызывают доверие. Удобный инвентарь, обилие моющих средств и, главное, доброе отношение к мохнатым вызывают желание подстричь собаку в этом салоне еще раз. К сведению. Практика показывает, что вложенные в предприятие средства окупаются за три года. Если когда-то владельцы не знали, как называется стрижка собак, то теперь стоят в очереди к хорошему мастеру. Парикмахерские манипуляции нужны животным для красоты внешнего вида, здоровья и настроения питомца и хозяина. Название профессионала по уходу за животными без оказания ветеринарных услуг, грумер. Специальности учатся в школах и на курсах. Когда получают сертификат, открывают салоны и студии. Для этого оформляют предпринимательство, составляют бизнес-план, закупают оборудование, арендуют помещения. Звездочка цены в статье указана на январь 2020 год.